Приветствую вас, прочитал вопрос. Наверное, надо сразу сказать, что вот специфика вашего обращения, она такова, что именно дочери помочь вам может только детский психолог. Понимаете, у дочери уже начался такой вот момент сомнений в себе, момент, что она некрасивая, момент, что она недостаточно идеальна. И я думаю, что если вы уберете согласие у девочки, то она найдет обязательно что-то еще. Вот скорее всего, она что-то еще обязательно найдет. Поэтому детскому психологу, вашей дочери, нужно обязательно. Я думаю, что это очевидно, совершено. Но я прочитаю ваш вопрос, ваш текст полностью. И я, читая текст, буду давать комментарии на какие-то моменты, чтобы, во-первых, не отмечать как-то вот отстраненно, чтобы вы видели, что я действительно работаю с текстом. И так, мне кажется, будет ближе. Итак, значит, меня зовут Александр Печетевы, мне 34 года, у меня трое детей. Две дочки от первого брака и сын от второго. Даже не знаю, с чего начать, пишите вы. Ну вот это, даже не знаю, с чего начать, особенно с учетом заголовка. Как-то вот сразу намекает на то, что вы хотите какую-то помощь получить, но вот делать что-то реальное для того, чтобы получить эту помощь, наверное, вы еще как-то вот не готовы. То есть, проблема у дочери, проблема довольно серьезная, и вы, говорите, даже не знаю, с чего начать. То есть, у вас есть подозрение, что проблема дочери не в ней самой, а в чем-то другом, есть вот такое подозрение у вас в подсознании, но оно пока, это подозрение не оформилось до конца. И вот вы не знаете, с чего начать, потому что понимаете, наверное, что любой аспект будет здесь важен. И вы правы, вы правы, любой аспект будет здесь важен, хотя бы, например, то, что у вас вторая жена, и то, что дочери ваши, они живут не с вами. Значит, младшей дочке 8 лет, она учится в первом классе, значит, у нее кашит один глазик. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, в первый классе тут 7 лет. Либо у вас здесь, ну, либо есть какие-то проблемы, дочери, что она пошла в первый класс позже, ну, либо просто ей в первом классе исполнилось уже 8 лет. Значит, у нее кашит один глазик, и вот слячки. У ее мамы тоже есть похожая проблема. Очки она носила в детстве, сейчас она почти не кашит. У двух других детей, как и у второй жены, значит, с глазами проблем нет. Ну, а здесь давайте сразу скажем так. Вы написали, сколько лет вам, но не написали, сколько лет жене первой. Значит, у первой жены тоже была такая проблема. И, как это не парадоксально, она с этой проблемой справилась. И справилась, как я понял, сама. И почему вы решили, что дочь ваша сама с этой проблемой не справилась? Ну, если мама, а она живет с ней, с мамой, относится к проблеме, как вы говорите, просто, то логично предположить, что от нее дочь получает то самое правильное, адекватное отношение. То есть такое, как будто вообще ничего не происходит. Этого, попросту говоря, нет. И вот первый вам такой фонарик, первый небольшой вопрос. Это вопрос, связанный вот с чем. Почему вы решили, что дочь сама с этим не справится? Почему вы поверили восьмилетнему ребенку, что он себя убьет? Почему вы ей поверили? Восемь лет – это первый класс. Это начало социализации. Это, по сути дела, отход от постичьи, отход от взгляда эгоцентризма на себя. странный человек. Еще раз повторю вам, почему вы поверили своей дочери. Далее. меня самого очень шокировала эта ситуация, так как до двух или трех лет все было в порядке, а затем довольно резко один глазик начал уходить к переносицу. Ну вот, а здесь я вам хотел бы сразу сказать следующее. вас шокировала эта ситуация. Вот почему она вас шокировала? вы как отец, как любящий отец, ну, наверное, принимаете дочь такой, какая она есть, но если вас прямо шокировала эта ситуация, значит дочь не могла не заметить вашего отношения к себе. И здесь возникает вопрос, а вас-то эта ситуация чего шокировала? Вы считаете что? Что дочь и вообще женщина, человек становятся некрасивыми, если у них косит глаз? Есть и взрослые люди, у которых это происходит, у которых это происходит, и нормально живут хорошо. Почему? Почему вас это задело? Почему вас это шокировало? Но есть вот у дочери такая вот особенная. Ну и что? То есть вот давайте подумаем, в чем шокирующая ситуация именно. В том, что ваш ребенок, по вашему мнению, он неполноценен, и это негативно сказывается на вас. Тогда очень нужно работать с вами, с вашей уверенностью в себе, с вашими установками, с вашими взглядами и стереотипами, которые здесь явно имеют место быть. Потому что, ну, вы знаете, принимая вы дочь такой, какая она есть, любя вы ее такой, какая она есть до конца, вам просто было все равно на эту ситуацию. Кстати, а когда вы со своей первой женой развились, вы не сказали, сколько лет вашему сыну и сколько лет вы, значит, со своей второй женой. Но допускают, что здесь может быть связь. До двух-трех лет все было в порядке. А потом резко глазик стал уходить в сторону, пишите вы. При том, что вы пишите до двух или до трех лет. Это довольно большая разница в возрасте. Ну, кроме того, это может быть не только физиологический процесс, но это может быть процесс и какой-то другой, например, стрессовый. Вот. Потому что у другой-то дочери ничего такого нет. Далее. То есть вот, косоглазие, как таковое, ваше к нему отношение. Проекция косоглазия на своем восприятии. На свое восприятие дочери, на свое восприятие жены и так далее. Значит, разница между восприятием жены и дочери. Возможно, я проектирую, пишите вы, свой взгляд на женщин в этой ситуации. Поэтому так переживаю по данному поводу. Но мне кажется, что женщин не добавляют уверенности. Такая особенность. Опять же, с чего вы взяли? Вы говорите, я проектирую свой взгляд на женщин в этой ситуации. Вам коллега правильно сказала, что ваш ребенок это не женщина. Это ребенок. Женщина, она еще не является. Да, она уже девочка. Да, у нее уже есть какие-то зачатки женственности. Но. Но. Поймите, что если вы считаете, что уверенности подобное не добавляет, то вы сами своим отношением внушаете дочке, что она не уверена в себе. Что она хуже, чем другие. Что она не такая, как все. Хотя в действительности все на самом деле наоборот. Дочь, какие бы особенности у нее не были, уверена в себе просто потому, что вы и ее мать принимаете ее такой, какая она есть. Вы же переживаете по этому поводу. Ребенок чувствует это и понимает, что это из-за его проблемы. И воспринимает эту проблему еще больше в силу своего эгоцентризма. Далее. Я бы переживал гораздо меньше, если бы дочка не концентрировала свое внимание на этом. Пусть не постоянно, но время от времени я слышу слова, я некрасивая. Дочь, понимаете, в чем дело? Дочь, она концентрирует свое внимание. Потому что она замечает, что у других с глазами так, а у нее так. И, понимаете, это нормально. Для ребенка пытаться осознать, что она немножечко не такая, как все. Что она немножечко не другая. И в этой ситуации вам, как родителям, нужно не спрашивать, почему ты так считаешь. Да ты так понятна. А говорите ей. Ребята, следующее. Что? Что? Не говори глупостей. Ты самая красивая. И ты ничем не хуже других людей. И все. Вы говорите, твой глазик не имеет значения. Нет. Не в этом дело. Ее глазик имеет значения. Александр. Ее глазик имеет значения. Но вам нужно просить у дочери. Дальше. Вы празднуете у нее дальше. Почему ты считаешь, что вот если твой глазик уходит вот сюда, ты хуже других? Почему ты так думаешь? Почему ты считаешь, что те, у кого глаза смотрят прямо, они красивее тебя? Они другие, да. Но почему ты считаешь, что красивее? Общайтесь с дочкой на эту тему. Понимаете? Общайтесь с ней и дайте ей понять, что глаза могут быть как угодно расположены. Красоту человека это не отменяет. Понимаете? А внешность ничто по сравнению с тем, что у нее внутри. Можете показать ей на грудь и постучать по левой стороне, там где сердце, и сказать, что глаза и внешность ничто по сравнению с тем, что у тебя вот здесь, сердце. Понимаете? Переакцентируйте внимание дочери с глаза с внешностью на внутреннюю сторону. Значит, будет ваша дочь ориентироваться только на внешнюю оболочку. И людей сама так слить будет по внешности. И себя тоже будет слить по внешности. А это неправильно. Далее. Когда я принялся на первой жене, увидел эту особенность. Она меня нисколько не отталкивала. Дочка младшая довольно общительная, я не думал, что она говорит об этом серьезно. Но она довольно часто в последнее время просит сделать ей о клендер. Я ей его делаю, но он теряется. Смотрите. Здесь у вас противоречит. Вы говорите, что женились на первой жене, увидели ее особенность, и вас она не отталкивала. Но при этом вы считаете, что подобное не внушает уверенности женщины. И, кстати, вы называете это особенностью. На подсознательном уровне вы называете это особенностью. Вопрос. Почему? Особенности никакой нет. Это просто индивидуальность человека. Это не особенность. Особенность это выделение. Выделение. Ваш ребенок сейчас в той стадии, когда она выделяться не хочет. Понимаете? Что касается клендера, то статус здесь в том, что можно дать, сделать несколько, например, и так далее. То есть вот здесь у вас противоречие, да? Вы пишите, что вас эта особенность не отталкивает, не отталкивает, но при этом вы, во-первых, ее замечали, и во-вторых, вы называете это особенностью. То есть вот здесь возникают некоторые моменты все-таки. Вот. Далее. Моменты именно связаны и в тем, что, как вы позиционируете вот подобные элементы. Потому что отношение к женщине, которое у вас, оно в корне неверно. То есть вот вы говорите, что женщине добавляют уверенности, а что женщине добавляют уверенности, по-восьму. И вот. А почему вы считаете, что уверенность зависит от внешности, от внешности и так далее? А как же быть с внутренней уверенностью в себе, как же быть именно с уверенностью духовной и так далее? Далее. Вы пишите, так как она живет с мамой, а мама или не хочет обратно возвращаться к этим чувствам, или просто проще относится к этому, то я не могу повлиять на ситуацию. Знаете, мама, вот ее, она понимает, на мой взгляд, ситуацию лучше и вам. Она делает то правильное, что нужно, она просто не заостряет на этом внимательно. Знаете, она самый близкий человек для дочери. И если он самый близкий человек для дочери, не замечает вообще никак ее особенности и ведет себя с ней, как с обычным человеком, не жалеет ее, в отличие от вас. У вас я увидел жалобу к ней. Она ее не велеет, мама. Она ведет себя с ней нормально. Совершенно. Абсолютно. Правильно. Так вот, если близкий человек воспринимает все в порядке вещей, то у нее где-то подсознательно есть уверенность, что это все несущественно. Вы же, вы же, каждый раз, когда говорите, что хотите повлиять на ситуацию или когда акцентируете внимание на этом, вы делаете из этого проблему. Действовать во мной немножечко иначе. Как я сказал, переориентировать акцент внимания в глаза на уверенность в себе, на красоту. Что такое красота? Что такое уверенность в себе? Это не гад. Это не лицо. Это не волос. Это не что-то еще. Это нечто другое. Это внутреннее ощущение себя. И основывается она на том, в первую очередь, как вы относитесь к дочери. В этом смысле есть очень хорошая серия, серия Доктора Саунса, где у его пациента, насколько я помню, кость черепа очень сильно нависала на глаз. И он хотел ее очень исправить. Ему сделали операцию, но комплексы внутренние, это его не убрало. Если есть желание, посмотрите, эта серия, она очень показательна в этом плане. Комплексы. Комплексы, это отношение к себе. Но это ни в коем случае не внешние проявления. Понимаете? Внешние проявления – это свой лишь форма. Далее. Далее. Значит, ситуация. Сегодня дочка заболела, и у нее поднялась высокая температура. Вечером я позвонил знать, как у нее дела, и старшая дочка рассказала мне, что… Убьют себя я некрасивая. При каких обстоятельствах это было сказано, я не знаю. Значит, в детьми была няня, но сам факт, так что меня пугает. Ну, во-первых, очевидно, что высокая температура могла привести к бреву в оседучере. И слова, сказанные в горечке, не стоит воспринимать в бреву. Температура усиливает переживание. И при температуре появляется непринятие себя. Резкое, жесткое, сильное непринятие себя. Поэтому к словам, именно первым, не стоит относиться серьезно. Потому что дочь ваша даже не понимает, скорее всего, что она говорит. И она, скорее всего, уже не помнит, что она говорит. Понимаете? Поэтому на этом заострять внимание не стоит и не нужно. Далее. Пугает меня то, что она становится неуверенной в своей красоте. Опять же, по моему мнению, очень важно для женщин. Знаете, неуверенная в своей красоте, она становится не из-за своего глаза, а из-за отношения к себе. Если вы ее жалеете, а вы для нее самый близкий человек. Если ее дочь, а ее сестра старочная ее жалеет, а она тоже для нее самый близкий человек, то она отсюда и возникает неуверенная в себе. Знаете, есть хорошая книга, она называется «Я умею прыгать через лужи». Вы ее прочтите, пожалуйста. Там очень хорошо показана природа комплексов. Так вот, суть этого в том, что человек не осознает своих комплексов до тех пор, пока ему об этом не скажут. И говорят, как правило, именно взрослые, не дети, а взрослые, именно взрослые делают на этом акцент. Тогда как дети в силу своей непосредственности просто принимают человека таким, какой он есть. Поэтому об этом я также рекомендую вам подумать. Понимаете, вот дети, я уверен, ее, скорее всего, не замечают. А если замечают, то нужно объяснить ей, почему они смеются. Объяснить спокойно. Знаете, как будто объясняем очень хорошо известную вещь, надоедливую. И дать понять, что вы с этим не согласны. Кстати, очень важный вопрос. Дочь в три года начала косить, а когда она начала об этом говорить? Что она иногда время от времени говорит, что я некрасивая. Но когда она начала говорить? Когда в первый раз она сказала это? Это очень важный момент. Потому что он определяет то, с чего все началось. И пока еще это можно не справиться. Понять причину ее такого поведения. Далее. Значит, ситуация усугубляет фильмы, выражения, анекдоты и прочие глупости, где принимается тема «Насмешник над косоглазием». А откуда такие фильмы, откуда анекдоты? Почему человек обращает на это внимание? Потому что он не принимает себя. А почему он не принимает себя? Потому что вы не принимаете это в ней. А почему вы не принимаете это в ней? Потому что она продолжение вас. И вы, не принимая что-то в ней, не принимаете что-то в себе. По логике вещей И вот вопрос возникает А что вы Не принимаете в себе? Ну, где-то в себе принять И тогда вы принимаете в себя полностью И безусловно Вот и принимать И дочь также Полностью и безусловно Как помочь ребенку в этой ситуации? Я вам рекомендую Поговорить с первой женой И вместе с ней Выработать единое поведение Так, как она Именно первая жена Считает наиболее Правильным, актуальным И лучшим Это принципиально Первая жена Сама пережила И переживает До сих пор данный Аспект И никто Лучше нее Не сможет Правильно Относиться к дочери Но вам нужно С ней поговорить На эту тему Чтобы выработать Единую Линию поведения Далее Понимаю Это сам факт Того, что глаз косит Я не смогу до конца Исправить Поэтому надо Как-то повернуть Чтобы она проще Относилась к этому Ну, для начала Надо самому Прочи Как можно Относиться Вот вы говорите Что Я не показываю Своих траков Но они есть И Это меня Тоже напрягает От ребенка Сложно Оттуда скрыть А чему вы боитесь Вот Чему вы боитесь Вы научитесь Сперва Сами Сами Со своими Страхами Жить Ваши страхи Это только Ваши страхи Они У вас Вызывают Чувство Страха Так Сперва Нужно Работать Над тем Чего Боитесь Вы А это Скорее всего Тоже Идет Из детства А Потом Уже Сможете Нормально Спокойно Обжаться С ребенком Пока Вы Свои Страхи Не поборете Даже не так Пока Вы не научитесь Их Рационализировать И видеть Что конкретно За ними Стоит Для вас И пока Вы Не научитесь С ними Уживаться Ну Я Я думаю Что Вам С ребенком Лучше Общаться Поменьше Далее У меня У самого Ввиду того Что Работаю За компьютером Значит Снизу Острота Зрения Поэтому Я Подумал Может Чтобы Поддержать Дочку Тоже На Встречки Пусть Не Постоянно Чтобы Значит Зрение Еще Больше Не упало А Хотя Бы На На Праздниках Значит На улице Там Где Есть Посторонние Люди Чтобы Она Видела Что Васька Нет Ничего Страшного И Чтобы Сво Людей К этому Относиться Быть Различным Да Идея Хорошая Но Понимаете В чем Дело Вот Здесь Есть Толькость Одна Дело Что Вам Нужно Не просто Одеть Очки Вам Нужно Дать Понять Своей Дочери Почему Вы Это Сделали И Что Вы От Этого Для Себя Получили Вам Нужно Указать Сей На То Какие Плюсы Несут Очки Очки Сделают Человека Более Умным Более Интеллигентным Более Привлекательным Ну Для Более Взрослого Водраста И Сексуальным Но Это Дочери Ваши Знать Пока Не стоит Но Вот Эти Качества Хотя Б Нужно До нее Донести Помимо Остального А Понимаете Посторонние Люди Вот Я бы Вам Рекомендовал Очки Наших Придочек Не Придочек Люди А Придочек Чтобы Она Видела Что Вы Здесь В Очках А То Так Получается Что Она Будет При Посторонних Очках А При Посторонних Очках Значит Чтобы Им Казаться Нормальным Нормальным А Это Не Так Вам Нужно Носить Для Себя Не Для Других Для Себя Это Очень Важно Это Очень Важный Момент О Котором Нужно Сказать Сталя Дочка Постоянно Постоянно Провняет Свою Маму И Мою Вторую Жену А Мама Станова Лучше Я Никак Не Могу Придумать Как Ответ Ребенку На Эти Слава Вы Знаете Во Первых Есть Такие Вопросы У Детей На Которые Нет Правильного Ответа Здесь Самое Главное Что То Сказать Молчание Молчание Это Гораздо Хуже Чем Неправильный Ответ Поэтому Если Мы Говорим О Что Вам Сказать Дочери То Скажите Да Да Дорогая Да Родная Мама Самая Лучшая Мама У Тебя Самая Лучшая Вот Так Скажите И Все Понимаете Мама У Тебя Самая Лучшая Это Чистейшая Правда Для Нее Для Вашей Дочери Мама Действительно Самая Лучшая И Все И Больше Ничего Говорить Не надо Далее Так К Я Отношусь Хорошо Мы Общаемся Но Не Более Но Не Более Не могу Сказать Что Она Лучше Ведь Я Другой Женщины Которую Я Люблю Но И Сказать Обратного Не могу Чтобы Дочь Не Приняла Это На Себя Ну Смотрите Почему Вы Сравниваете Ох Свет Не можете Сказать Что Она Лучшая Как Мать Она Лучшая Ребенок Кто Этого Не Поймет То Вы Подразделяете Вы Сказать Да Мама У Тебя Самая Лучшая Если Ты Если Она Просто Смудит И Тогда Например Не С ней Вы Можете Сказать Что Мама У Тебя Самая Лучшая Но Люди Расходятся Так Бывает И Дело Не Своей Мама Вот И Все Нужно Быть С Ребенком Честным Честным И Правдивым Знаете А Вы Здесь Смешиваете Ее Материнскую Роль И Гендерную Роль Это Вот Не Есть Хорошо Далее Я Подумал Что Если Дочка Проецирует Себя На Маму Или Маму На Себя Ну Скорее Маму На Себя Она Проецирует То Может Зат Вывод Что Папа Учил От Мамы Потому Что У Нее Значит Тоже Кажется Клауш Может Ли Ребенок Сдел Такой Вывод Да Ребенок Может Сдел Такой Вывод Но Давайте Сразу Скажем С вами Следующее Даже Если Ребенок Такой Вывод Сдел Даже Ребенок Такой Вывод Сделал Вы С ней Общаетесь Вы Же Ее Не Забыли И Вы Же Были С Ее Мамой Несмотря На Ее Согласие О Чем Мама И Дочь Скорее Всего Говорили Поэтому Не Думаю Что Ребенок Именно В этом Случае Сделал Такой Вывод Потому Что Мама Совершенно Не Комплексует По Поводу Своего Глава Если Не Комплексует Она Скорее Всего И Вы Не Вы Учили От Ее Не По Этому Поводу Потому Что Ведь Она Изначально Обладала Косогласием Вот Об Этому Я Хотел Б Вам Сказать Что Именно В Вашем Случае Ребенок Даже Если Такой Вывод Сделала Она Получила Его Опровержение Если Я Буду Чаще Указывать На Достоинства Ее Мамы Говорить Как Ей Как Она Красивая То Она Красивая Может Это Положительно Повлиять На Ситуацию Нет Вот Это Как Раз На Ситуацию Положительно Не Повлияет Вы Как Вам Правильно Сказала Коллега Вы Не Со Своей Первой Женой Вы Со Второй Женой И Говорят Она Красивая Вы Как Раз Таки Вы Свою Дочь Обманываете Вы В Ее Глаза Потому Что Потому Что Она Подумает Ну Вот Как Так Вы Называете Ее Красивой Но При Этом Несне Но Можно Подойти С Другой С С Можно Сказать Что Твоя Мама Самая Лучшая Мама Для Тебя На С С С Твоя Мама Очень Тебя Любит Твоя Мама Тебе Заботится Твоя Мама Например Самый Лучший Родичин Которого Я Когда Либо Видел Вот Так Можно Сказать И Это Будет Уже Немножечко Другое Понимаете Это Уже Будет Чуть Чуть Иначе Но Опять Я Понимаю Что Вы Так Хотели Сказать Что Мама Красивая Будет Лучше Если Вы Дочери Будете Говорить Что Она Красивая Это Будет Более Более Правильно Например Или Вы Можете Сказать Что Вот Когда Мы Своей Мамой Были Вместе Я Считал Я Был Очарован Ее Красивой Красотой И Очарован До Сих Пор Но Так Получилось Что Мы Разошлись Понимаете Можно Сказать И Так То Здесь Правильно Подобрать Слова И Сказать Так Чтобы Не Исказить Реанс Ребенок Поверит Вам На Слово Ребенок Поверит Вам На Слово Почему Вы Разошлись Почему Вы Разошлись Если Она Красивая Да Если Тебе Очарован Красотой Почему Вы Разошлись И Вы Скажете Ей Что Люди Не Сходятся Характерами Что Дело Не Только Во Внешности Что Внешность Не Главное Понимаете Александр Вот Что Важно Как Помочь Ребенку Адаптироваться К Этой Ситуации Чтобы Чувствовать Себя Комфортно Ну В принципе Я Вам На Это Вопрос Ответ Именно Вы Именно Вы На Данный Момент Без Работы С Психологом Можете Помоться Ребенку Адаптироваться Только Тем Что Перестать С Ней Обсерз То 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 Либо Обсерз Ней Реже Либо Общаться С ней Только Вот На Уровне Чисто Чисто Позитива То Есть Привет Дочь Я Так У тебя Скучаю Там Как Тебя Дела Ты Молодцы Умница Так Держать И так Дальше То И Дальше 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 Общаться С ней Взаимодействовать С ней При Том Уровне Отношения Какой Какой У вас Сейчас Не стоит Вы Своей Дочери Вредите Опять же Правильно Вам Сказала Моя Коллега По Этому Поводу Следующий Смысл Надевать Надевать Мне Очки Чтобы Ее Поддержать Значит Первая Дина Другие Дети Очков Очки Не Носат Да Есть В том Концекте В каком Я Вам Сказал А Могут Ли Значит Положительно Повлиять На Ситуацию Умеренные Комплименты В сторону Мамы Дочки Значит Ты Сегодня Значит Хороше Выглядишь Это Значит Пальто Тебе Идет Видите Какая Ваша Какая Ваша Мама Умная Значит Нет Лучше Именно Так Не Говорит Вашей Дочке Можно Сказать О том Какая У нее Мама Хорошая Красивая Умная Но Обязательно Пояснить Что Вы С ней С мамой Разошлись Потому Что Не Сошлись С характерами Это Вот Куда Более Важный Аспект Надеюсь На Ваши Вопросы Я Ответил Если У вас Дополнительные Какие-то Вопросы Остались Пишите В личку Я вам Помогу Вот Свою Дочь Вам Нужно Обязательно Показать Детскому Психологу Но Представить Все Так Что Это Не Психолог А Это Человек Который Например Работает С детьми И Который Сработает Только Со Взрослыми Детьми И Который Помогает Взрослым Детям Выберут Свой Путь То Это Такой Наставник Взрослых Скажете Вы Потому Что Сам Визит К Детскому Психологу Для Ребенка Может Стать Довольно Негативным Опытом Если Вы Представите Так Что Он Будет Решать Ее Проблемы Это Обязательно В любом Случше Хотя Несколько Несколько Раз Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Благодарю